всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог во первых меня спрашивали по поводу вот этой кофточки это не кофточка это платье сейчас я вам его покажу вот так вот она выглядит вот такая вот полосочка девочки извиняюсь что я так показываю в общем вот такое платье у него еще шел поясок который у меня порвался это платье из стопроцентной вискозы я его покупала сто лет в обед в магазине оджи но я девушки отвечала отвечу еще раз друг кому интересно она была раньше чуть-чуть потемнее все она немножко но видно вот он она сейчас у меня как домашний используя его видно да что она немножечко лет семь назад я его покупала классное платье очень удобное такое платье рубашка мне нравится так что сегодня сегодня точнее вчера я разбирала детскую библиотеку вчера была не так солнечно как сегодня и покажу вам поснимала как ее разбирала и так далее да доберусь я до своей тоже библиотеки для библиотеки взрослых тоже вместе поснимаем тоже все покажу но пока вот видите за тело наш ремонт поэтому как то так вот прежде я вам хочу показать свой заказ в альберис кстати впервые я такую маленькую посылочку забираю обычно у меня там найти вот пакеты котомки канистры какие-то я не знаю все вот короче я заказываю уже не первый раз хочу показать вам во первых для 10 числа на эту позицию быть максимально низкая цена не надеюсь что я успею опубликовать вам это видео как можно быстрее вот я стараюсь девочки очень стараюсь распаковываем вместе с вами так сейчас покажу это вот такие вот карандашики карандашики кислородные для pink magic для удаления пятен я удаляю вот этим пятна не только на одежде сейчас я вам все расскажу конечно же такое применение как удаление пятен с одежды это супер это понятно то есть его нужно как бы здесь есть инструкция с этой стороны вы можете посмотреть нужно намочить пятно протереть этим карандашиком подождать 10-15 минут и постирать это что касается одежды на самом деле я не совсем стандартно его использую для одежды в том числе то есть вот он вот такой вот я еще его использую во первых белая подошва у кроссовок сейчас лето весна и дождь никто не отменял поэтому использую на кроссовках и также я его использую вы знаете у меня много цветов и на подоконниках подоконники белые у меня остаются пятна на подоконниках от цветов и как раз вот это идеально просто я беру смочила пульверизатором раз-раз-раз и все супер ну давайте вам покажу на примере кроссовок вот подошва самое главное кстати вот эту белую подошву на кроссовках не доводить а сразу чистить то есть не доводить чтобы она прямо сильно была загрязнена котик будет мне помогать он попробовал водичку попробовал карандашик вот и в общем во всем не помогает но он всегда на самом деле со мной всегда мне во всем помогает в общем милота сплошная в общем буду наносить на подошву единственное что если у вас кожаные кроссовки то ну или какая-то обувь где есть белая подошва то носите аккуратнее я вот так вот легонечко смачиваю можно просто мокрой тряпочкой пройтись и для лучшего эффекта я ищу карандаш сам смачиваю чтобы вот это пошла реакция а когда начинаете наносить этот карандашик то есть там получается такие маленькие пузырики как бы то есть происходит реакция защиту этого очень хорошо очищается так вот что пошла реакция я и сама карандаш немножко опускаю воду чтобы лучше вот это все у меня подействовало скажем так как вы видите подошва становится чистый сразу же в принципе можно даже не держать 15 минут но я все равно всегда оставляю на 15 минут и она получается даже как отбеливается то есть становится белоснежная вот как раз 15 минут прошло мы с вами будем смывать просто обычная вода комнатной температуры и тряпочкой видите я провожу все идеально чистая подошва у кроссовок я так чищу и свою обувь и детскую и мужу тоже в общем летом на самом деле достаточно часто это дело потому что у нас ну вы знаете я живу в санкт-петербурге и погода у нас бывает разный поэтому для меня это такая палочка выручалочка вот смотрите да разница еще получается как отбеливается вот это вот белая полосочка на подошве да назовем это так вот и конечно же подоконнике у меня сейчас не очень сильные на загрязнения потому что я стараюсь но ответит такие желтые пятна тот подкормки это где-то вода пролилась там и так далее тоже наношу карандашик протираю тряпочкой или вот пульверизатором можно быстренько но я стараюсь не доводить дом прямо сильных загрязнений чищу достаточно часто поэтому эти карандаши у меня уходят очень очень быстро то есть вот так же наношу пока я наношу смотрите видите пенится я вот здесь вот как раз вам показываю пока я нанесла я там цветочки горшочки помыла тоже прополоскала цветы помыла и там не знаю так далее и потом вытираю и уже ставлю получается тоже чистенький беленький подоконник мне кажется он тоже как отбеливает что ли не знаю но подоконник становится более более белоснежным мне просто 10 по краям это штукатурка которая никак не отдирается с подоконника вот смотрите как чистый беленькая супер в общем заказала себе наборчик из двух штук довольно вот этими очень всем рекомендую том числе пятна пришли и вот у меня пришли мальчишки сошел если светлая вот эта футболка пола намочил протер 10-15 минут в стирку и все пятна как не бывало на самом деле очень классная вещь и я всем рекомендую ссылочку оставлю вам под этим видео конечно же и до 10 числа успеете заказать по очень низкой цене ну и давайте пойдем разбирать мою библиотеку точнее детскую библиотеку я просто таки покажу вам какие там книги их не так много как нам бы хотелось ремонт у нас все еще продолжается но я все равно решила разобрать вот эти шкафы во первых протереть там пыль но пыль это белая такая ремонт на всяких работ она еще раз у меня сюда осядет потому что ремонт все еще продолжается во второй половине этой комнаты но как-то вот мне было вдохновение разобрать все книги думала что что-то я может быть даже по выкидываю может быть что-то кому-то отдам но то сестрички отдам такой сказки я вам дальше покажу остальное в принципе все я оставила книги все у нас такие интересные на мой взгляд вот поэтому я их тут разбираю еще конечно же я их и сами книги тоже протираю на общем здесь на самом деле на этих двух стеллажах навалено все что не попадя поэтому попутно еще и разобрать там что-то выкидывать и так далее ведь такая белая пыль это вот после когда делается ремонт вам постоянно вот это белая пыль и я не знаю что это штукатурки какие-то или что это такое в общем все это протираю протирала дважды чтобы не оставалось от этих разводов так как стеллаж у меня достаточно темный вот и соответственно потом буду протирать еще и сами книги и ставить на эти полочки до полки для книг у меня открыты но я живу за городом у нас дом стоит в глубине сада поэтому пыли как таковое у нас не так много реально можно раз в месяц протирать но я понимаю когда девочки не пишет что боже как можно ставить открытый стеллаж что это же постоянно пыль я когда жила в городской квартире у нас тоже пыль садилась но каждый день реально ее можно было протирать за городом такого нет и в этом наверное и есть плюс в том числе проживание милый котик как всегда мне помощник проживанием за городом это в том числе и то что нет пыли но на первом этаже в прихожей много грязи то есть весь песок всего с обуви не то что вы там зашли в подъезд на и потом прошли уже себе в квартиру 20 раз там где-то вытерев ноги а здесь нет здесь получается с улицы сразу заходите в прихожую и поэтому первый этаж или туда-сюда все ходят поэтому на первом этаже у меня очень часто грязные полови то есть их нужно намного чаще мы чем например на втором этаже вот так что были у нас немного поэтому я с огромным удовольствием держу открытые полки и для меня открытые полки на самом деле намного лучше чем закрытый потому что все видно все книги видны и ну я люблю как-то вот на полках стоят книги вообще в принципе люблю книги с детства и читать и детям моим кстати нравится тоже но мне кажется это смотря на меня плюс я еще такое знаете человек который считает что дети все-таки должны читать то что им интересная классика и вот это это все конечно хорошо пушкин есенин и все остальные это супер это здорово но в первую очередь для того чтобы полюбить читать нужно читать то что интересно а не то что кто-то там сказал что должны прочитать и так далее нет если сейчас актуально модны какие-то там фэнтези вообще мне я считаю что это очень круто что сейчас модны среди молодежи какие-то книги вот бывая в магазине буквоед я вижу что именно молодежь покупает книги они женщины моего возраста женщины моего возраста в основном за канцелярии приходит магазин буквоед как ни странно ну в общем ладно это мои муж такие рассуждения на эту тему давайте покажу вам результат ну что давайте покажу что у меня получилось там все еще продолжение ремонта но здесь я уже прибралась вот эти вот две вышивки ковровой техники это мне сделали дети здесь у меня получается ладик ты какой сделал вот это синенький да или вот этот где лево синенький да вот это младше мне сделал а вот это старше мне сделал это было на уроке технологии но на уроке труда короче было у них вот такое задание труды еще в школе не разделили на мальчиков и девочек поэтому да мой счастлив но младшему тоже понравилось он тоже захотел и я купила им на это был набор такой вот такую рамочку на вальберис и поставила ночи надо их повесить наверное давай семья младших уже забрала со школы так но давайте покажу что здесь вот у меня вообще кто-то вот это читает я не знаю я оставила всякие энциклопедии христа мать и ну может быть пригодится не знаю здесь у правда есть такая вот прикольная энциклопедия по человеческому телу но санкт-петербург как все начиналось это по моему все дарили в школе это кстати по моему вообще было от правительства санкт-петербурга против а ну что то такое сюда поставила такие маленькие книжечки это словари еще кстати с моих школьных времен по крайней мере вот этот французско-русский словарь он точно вот этот синенький я покупала когда в школе училась вот это не помню откуда а здесь а это тоже французский словарь где-то у меня еще были английские такие словарики куда они делись не знаю и вот анна ахматова не знаю что она тут затесалась у меня но решил ее положить сюда и здесь вот карточки с английскими словами нас еще с китайскими есть и вот такая штучка это кстати в ленте давали корзиночку сюда поставила но в любом случае здесь уже после ремонта больше наполнится всяким смотрите хочу вам показать книжку одну сборник диктантов для средней школы варить какой раритет вот это я не знаю это похоже моя бабушка писала что такое я не знаю какой-то третий разряд средний вес средний вес 102 килограмм что я не знаю что короче смотрите москва 1955 год обалдеть да утверждено министерством просвещения рфср издание 4 вставляете какая у меня есть книжка сокращение на самом деле она прикольно здесь видите на всякие правила разные мягкость согласным и так далее в общем всякие разные разные диктанты но это просто раритетная книжка я бы сказала очень поставила ее сюда к ко всяким пособиям здесь а черепушечка это кстати был конструктор я его как-то показывала мы покупали вот и здесь у меня вот такие вот это вот ладик как вот это называется граффити falls третья книга ну короче это что-то нужно а вот это вот у меня еще звездные войны это от моего племянника осталось и вот такая еще книга здесь прикольно есть тоже вам покажет я где-то заказывала ее давно смотрите на к классно просто вот просто мне кажется ради картинок но и саму тоже мы ее читали почему здесь смотрите как прикольно такая очень такая прямо как-то подарочная до книга такое издание классно видите как сделан мы ее читали невероятное приключение летающего мышонка очень интересная но она и очень красивая на мой взгляд в общем она у меня вот здесь он будет так здесь дальше книги которые мы сейчас читаем это уже все прочитанное мы последнюю из этой серии читаем вот из этой вот вот это первая битва за лес сейчас раз два три четыре пять шесть шесть пять стоит на последнюю читаем и дальше будем докупать поэтому я здесь оставила целую полочку и соответственно здесь котик будет ждать дальше книги которые тоже я уже говорил очень нравится моим детям это вот эти вот приключения кота детектива тоже отдельно поставила не замуж потом сюда какую-то серию или что-то в общем посмотрим здесь у меня книги вот это кстати сама моя любимая книга вот это она меня впечатлила еще когда я ее когда была маленькая читала ну как в детстве читала да очень классная книга я и тогда брала в библиотеке и потом вот как-то когда увидела купила ее и в общем просто балдела когда читала на мне очень нравится есть книги которые какие-то из них мы читали вот это ли кроме читали что потом перестали вот это это я покупала не так давно девочка которая не видела снов так мы ее не прочитали пока что потому что про котов читаем это я говорила что она очень интересная тайна мальчика привидения и вот продолжение как бы но из этой серии вот эти две книги мы еще не читали ну то есть у меня дети сами уже читают и вот такой я еще тоже приобретала книгу это из новинок показывала я ее нет не помню но тоже еще не читали надеюсь скорее для самостоятельного чтения чем нежели если я буду читать в общем такая так дальше пусто одинокий тут кто-то воин какой-то и кораблик у меня и внизу наверно самое интересное здесь у меня вообще классика я бы назвала это так не знаю может быть еще что-то доставлю вообще что здесь старик хаттабыч то есть все вот такие старенькие книжки вот у меня есть например вот такая приключение капитана брунгеля тоже какого-то года 1980 года еще какая-то у меня тут 66 года была книжка вот это капитан сорвиголова в общем 57 очень здесь одним словом у меня классическая литература старик хаттабыч как-то красивенько поставить королевство кривых зел и зеркал жюль верн ну в общем все вот такие вот уже подростковая классика я бы так это назвала а внизу а да здесь продолжение это толкинен я тоже считаю что это классика конечно но поставила уже сюда и вот эти книги это по-моему племянник мой читал честно говоря не помню но мы мечтали это точно в общем и это не я приобретала коварное бронзовое тщеславие в общем тоже их оставила я думаю что в итоге мы до них нет нет до доберемся не знаю для какого-то возраста вот все попадало ладно покажу дальше и вот здесь вот здесь у меня классические сказки если нужно будет моей сестре я и конечно потом отдам самая любимая книга моего старшего сына это малыши карлсон надо ее подклеить мне пока просто и убрала зачитана просто до дыр ну и здесь всякие тоже различные братья грим в том числе и смотрите какие у меня еще есть это и когда еще советское время по-моему до выписывали вот эти книги я думаю вы знаете о чем я говорю сейчас посмотрим какого это года 1989 года в общем здесь это просто мега классика я бы так как назвала давай совы си туда как не хочет короче ладно потом сумму сказки народов мира азии тут в общем разные в общем короче разные разные у меня тут всяким сказки братья грим в том числе я их поставила сюда потому что мы их уже не читаем но выбрасывайте избавляться от них я не хочу и вот здесь вот у меня на души наверное взрослая все-таки фантастика я почему-то ее принесла когда-то в свое время сюда в детскую комнату решила здесь так и оставить вот это не помню откуда у меня это эти книги кто-то тоже у нас семье покупал их когда-то давно давно по моему даже первый муж моей сестры если я не ошибаюсь так что вот так вот у меня пока получилось конечно будут я думаю дополнение сюда вот ну и вот здесь вот у меня бардак надо разобрать с детьми разберем что тут надо чего выбросить это все что тоже лежала на полках но я хочу здесь оставить ну помимо всяких вот таких украшений для это полочки чисто книги и здесь сделать вот соответственно будет у нас что-то наверняка до сту процентов докупаться и сюда как раз все будем заставлять и еще хочу показать вот отобрала книги которые я вот кстати мы сейчас читаем начали уже это я читаю на ночь перед сном коты воители битва залез это вот в этой серии последняя вот эта книжка вот и вот эти книги и вот эти сказки я хочу отдать своей сестре племяннику ему три годика вот как раз я думаю самый ток кстати вот эта книга я ее где-то заказывала тоже на каком-то сайте не помню на каком но она очень классная на яркая такая красочная хомячок фрош битва за урожай очень прикольная история я помню что нам понравилось и мы кстати не один раз ее читали несмотря что здесь на то что здесь есть принципе такие страшные картинки мити саранча прямо описано кто я такая вот такие вот в общем вот это очень классная книга ну и здесь всякие такие совсем сказки чуковский причем двух экземплярах у меня хотя здесь не только айболит здесь полом полное собрание я не помню тут кстати в общем общем сказки чуковского здесь доктора болит просто вот такие сказки павел бажов общем тут книжек у меня полно всяких что из такого интересного вам показать сюда живите такие старенькие тоненькие уже какого года интересно 79 прикольно да вот не знаю откуда они у меня эти книжки такие тоже вот этих русских писателей кстати мы достаточно часто читали с детьми вот тоже классные в общем не знаю из такого вот из но если не классику рада не классические вот эти сказки новый год вот по этой кстати тоже книжки мы занимались готовились школе прикольная но вот это вот сама это как классная который нам очень нравилось но вообще мы все время когда у меня дети были маленькие все время перечитывала этот малыш и карлсон потому что старшему дико нравилась эта история вот так что да так мы в принципе все там мы чтем кроме вот это вот это я вообще не помню дорожная азбука тоже кто-то дарил наверно мне так кажется а так мы все вот эти сказки кстати с детьми я все читал и как ни странно но тут книжка прикольно вот это вот классно очень понравилось да племяшки почитает вот так что все я молодец осталось только вот этот бардак убрать тут потому что это у меня кстати делал младший сынок но так и не доделал клей уже по моему подзасох в некоторых местах точно можно даже и так оставить да картинку такую в общем да еще остатки ремонта клей всякие в общем постепенно зато вместе с ремонтом получается у нас мы как это расхламление у нас получается комната там вообще ведь что творится туда вообще можно не заглядывать да еще будут там там надо поклеить обои и в принципе а там розетки нужно сделать и поклеить обои и сюда еще докупить мебель мы еще я хочу сюда ну как мы все хотим вот сюда такое кресло поставить и торшер рядом у нас такая книжная зона здесь уже одна кровать да и вот вторая кровать ребенком час решил немножко полежать разобрал кровать вот так что это у нас как бы получается спальня там будет рабочий кабинет вот но мне кажется должно быть супер штор нет но шторы буду вешать когда уже совсем будет понятно поклеена обои я уже постираю их и повешу тут все еще раз 500 миллионов раз еще все на мою так что ремонт и расхламление попутно полным ходом будем сейчас с детками вот это все разбирать что тут надо что не выкидываем что-нибудь племяшки дадим там раскраски просто еще есть может быть примешать дадим в общем вот такая вот у меня небольшая детская библиотека но все вот такие вот сказки ушли у меня получается сестрички мои так хорошо девочки когда штор нет зрит какое освещение классная я правда растрепана я хочу ответить на некоторые комментарии но во первых да я сейчас разобрала эти книги тут стеллаж все протерла понятное дело будет продолжение ремонта и будет опять все будет в пыли до пыли сейчас после ремонта она все равно будет садиться хотя мы сильно тут не штукатурили ну короче точнее не мы мой муж я так уборкой тут занимаюсь шторы не надо вешать да слушайте мне так нравится нет на самом деле шторы надо вешать у нас вокруг везде соседи ну как-то без штор неуютно мне кажется я растрепанная девочка извиняюсь вроде как бы да книг немного но я что-то не знаю несколько часов на это потратила правда прерывалась ездила сбрала детей со школы и потом продолжила короче хочу ответить на вопрос по поводу племянников моих у меня два племянника у меня есть старшая сестра я об этом правда говорила но все равно меня спрашивают наверное новые мои зрители добро пожаловать на мой канал и в наше так сказать небольшое комьюнити можно так назвать у меня есть старшая сестра она старше меня на три с половиной года мне 38 лет сестре соответственно три с половиной года мне будет 39 уже в конце апреля вот да и у моей сестры двое детей двое сыновей и у меня двое сыновей моим детям старшему будет 13 в октябре а младшему тоже в конце апреля будет уже 9 лет у моей сестры старшему сыну 20 лет а младшему три года вот такая вот разница но моя сестра была дважды замужем вот второй раз сейчас была дважды это ее второй муж и второй ребенок и да у нас пацаны да мне когда говорили наташа тебе надо доченьку девочку гарантий ноль что будет дочка воды уже нет так вот старший племянник писали мне что давно его не было ваших видео как дела и так далее ему 20 лет девочки я для него глубокая старуха ну 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 какой ему вот каким ему мои видео ну скажите ну 20 лет да блин я рука устала вот такие ему ну 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 серьезно ну какие-то я вас умоляю он учится он работает сейчас правда он не работает у него какие-то то ли что-то практика какая-то или что-то такое у него было потом он где-то там что-то подрабатывала где-то там что-то туда-сюда ну 20 лет ну вот а младшему племяннику три годика исполнилось марте вот и вот эти книжки для младшего племянника поэтому ну как бы да детям моим то уже 13 лет уже я со своим ютубом и всем остальным а тут 20-летнего пацана ну вы чё он приезжает конечно ко мне но вот на новый год он был ну все когда ездили на день рождения к сестре я ездила данный день рождения племянника но он там был ну ну блин вот в общем как то так на это ответила вот так что вот такая вот история классная обои мне нравится ведь они выглядят как 3d короче будет продолжение ремонта на 2 шторы надо и мебельку какую буду все понемножечку потихонечку снимать вот но надеюсь насчет племянников ответила на вопрос потому что спрашивали вот ну и дети мои тоже мне так нравится меня спрашивают постоянно где ваши муж где где-то где ваша мама где ваши дети где ваша сестра вот мне все время хочется спросить вам адрес сказать ну но серьезно ну что вот меня хотите меня никто не хочет участвовать в моих видео никто то есть я никого не заставляю украдкой снимать тоже никого не собираюсь я считаю что это право каждого человека я занимаюсь ютубом все таки ну молодец занимайся ну и все вот так что у всех все хорошо слава богу всех все отлично